Ну что, ребят, добро пожаловать на третий этап второго сезона Формал 1 на Гран-при Китая, где мы начинаем уже не с квалификации, а ещё с практики. Собственно, почему я это делаю? Потому что в практике была полная жопа, я ничего не смог сделать из поставленных задач, кроме как ознакомления с трассой. Ну и квалификация тут подоспела вовремя, я не смог выйти даже по сути с первого сегмента, просто я понадеялся, что мне хватит одного моего круга, как обычно, и всё, по итогу я вылетел на 16 месте. По итогу я уже сразу во время практики понимал, что этап будет каким-то непонятным, и то, что скорее всего здесь вообще всё пойдёт не так, как я планирую, и в очки хотя бы заехать будет уже хорошо. Ну и в принципе у меня ожидания на гонку были такие себе, потому что, ну, нам придётся прорваться с 16 места, но я брал, взял себе ещё штрафы, потому что, ну, смысл, всё равно мы стартуем из конца с пилотона, поэтому почему бы просто не взять себе элементы, которые придётся так или иначе брать здесь, и просто здесь отыграть там дополнительно ещё 4 позиции будет к финальной позиции своей. Собственно, трасса довольно требовательна к ДВСу, поэтому я понимал, в чём проблема у нашего болида, хотя вот с сезоном ранее в Китае у нас всё наоборот было очень даже хорошо, всё спокойно выполнялось, и даже была хорошая позиция в квалификации. Но имеем, что имеем. Что ж, стартовая решётка у нас выглядит следующим образом. Первое место Вальтери Боттас, второй Чака Перес, третий у нас Макс Ферстаппин, четвёртый Кемер Райканин, пятый Льюис Хэммитон, шестой Себастьян Феттель, седьмой Сестабан, Банакон, восьмой Нико Хюлькенберг, девятый Кевин Магнусон и десятый Дэнни Риккердо. Северсткин только на одиннадцатом месте, я же на двадцатом по итогу, из-за того, что набрал кучу элементов новых. Довольно интересно, опять же, стартовая решётка, Форс Индия у нас занимает хорошие позиции, за счёт того, что у них такие же хорошие успехи, как Макс Феттель, в ДВСе. И на этом этапе иметь очень хорошую силовую установку, довольно неплохая такая затея. Стратегия следующая, Вадим Питт, стоп, но эта игра меня автоматически подобрала, потому что я ничего не проехал и никак нельзя было симулировать мои данные, по итогу нельзя было как-то представить реальную болью стратегию, поэтому мне просто игра говорит, вот тебе, стратегия Вадим Питт и езжай. Собственно, старт, я кое-как стартую, пытаюсь удержаться за двумя Туророса, но потихоньку разгоняюсь, но потом Харкель начинает потихоньку даже отъезжать от меня. Но в улитке я тут же пытаюсь по внутреннему радиусу пройти как можно больше болидов, что у меня очень хорошо получается. Даже Граждан тут уж испугался, отвернул влево в Саенса. Не знаю, что с ними там было. По итогу прохожу половину Пилотонова еще в первой улитке. С Сироткиным мы поравнялись, шли бок о бок, но он почему-то раньше решает тормозить, я даже на позднем таком торможении влетаю, прохожу Рикерды, тут же цепляюсь еще за Магнусона, и тут же его пытаюсь пройти уже в скоростных поворотах. Спокойно его прохожу, за счет того, что он все-таки офигительная аэродинамика, ну и плюс у меня был более такой пресет, он больше на прижим поставленный. Она обратной прямой уже имеет слепстрим от Хюлькенберга, пусть он в свое время имеет слепстрим от Акона, но все-таки у нас Мерседес и у нас очень развитая аэродинамика. Спокойно его обхожу, тут же зацепляю еще Акона, поздним торможением, и прохожу еще его вместе с Хюлькенбергом. По итогу, первый круг закончился, я уже на шестом месте был, точнее седьмом. В результате я прошел конца первого сектора, ничего особого не было, ну и впереди меня сражались Хэмилтон и Перес. По итогу этой борьбы Хэмилтон ничего не смог сделать, но я пристрелся уже позади Хэмилтона, и в принципе предпринимаю решение просто уже в улитке тут же его пройти. Что у меня в принципе получается? С Пересом, к сожалению, не получается, он мне перекрывает траекторию, но это стандартная ситуация у ботов на Китае, они все время тут закрывают траекторию, если ты пытаешься пройти. Ладно, поехал, проездил за ним полтрека, и на обратной прямой уже с ДРС и Слепстримом спокойно его обхожу, без каких-либо проблем. Ну, собственно, даже еще до ДРС начал обходить. Ну и впереди меня остаются три болида, Ферстаппин, Райканен и Ботос. Собственно, уже все очень хорошо, потому что я за три круга вырвался на четвертое место. Но на четвертом круге Перес решает вернуть себе позицию обратно на четвертое, но у него это, конечно, удается, но ненадолго, так как идет стартовая прямая, где я с помощью уже ДРС спокойно его опережаю. Тут же мне еще и Хэмилтон дал подсрачник такой смачный, и по итогу в улитке, опять же, своей любимой опережаю. Собственно, в улитке довольно легко было опережать ботов, за счет того, что стоял больше пожирной силы, чем изначально рассчитывал. По итогу боты уходят на свои питстопы, Перес же остается, у Переса будет стратегия, как оказалось, в конце на один пит, то есть у него был ультрасофт, и он поехал на медиум, и, в принципе, стратегия неплохая. Посмотрим, окупится ли она в конце. Делал свой питстоп на круг раньше запланировано, потому что я понимал то, что в теории я могу встрелить в то, что меня кто-то заблокирует при выезде и тому подобное, и поэтому не-не-не. Пусть не будет того, что было в Бахрейне, поэтому просто заезжаю на круг раньше. Ну и плюс уже софт подходил к концу. После выезда я выезжаю прямо перед Эриксоном, и Льюис позади меня в секунде с чем-то оказался, что очень хорошо, что означает то, что я пока был на своем софте полуубитым, и Льюис не особо сильно меня догонял. Ну, с Эриксоном пришлось, конечно, помариновать его, потому что не мог его спокойно догнать и опередить. Пусть у него был уже поношенный такой комплект софта с самого старта, но никак вот не давался. Плюс у меня был непрогретый медиум, опять же. Пусть я всячески пытался тут догнать за счет, потому что у меня больше прижима, и даже вот подобрался по максимуму, но это ничего мне не давало, потому что повороты шли такие, где опередить было крайне сложно. По итогу, просто я решил, окей, дотерплю до прямой обратной, с помощью ДРСа и слепстрима его спокойно обойду без каких-либо проблем. Правда, конечно же, к этому моменту уже подобрался ко мне Льюис на расстояние детекции ДРСа. По итогу, соответственно, Эриксон даже решил отрулить, когда увидел меня справа от себя, ну и я получаю просто ДРС. Льюис же тоже получил ДРС, и за счет этого тоже прошел без проблем Эриксона. Ну, меня это не сильно срадовало, потому что Льюис приблизился ко мне, и мне это не нужно было. Также игра мне подсу... точнее, руль мне подсунул дополнительный челлендж. Примерно в таком положении, с 45 градусом, я ехал большую часть этапа, даже половину, но это мне не мешало ставить лучшее время круга, которое никто не мог перебить по итогу даже. Что меня удивляло, то что у меня не было темпа ни в квалификации, ни в практике, но в гонке у меня был офигенный темп, что мне позволило потом по итогу догнать еще Райкалена с Ферстаппиным, но после того, как я перед Райкален, я до Ферстаппиным не мог никак дотянуться, и он просто поехал уже на пидстоп. Все, по итогу, лидеры поехали как бы на свои вторые пидстопы, я же еду уже до конца гонки, и в принципе до конца я так и приехал, то есть меня никто не смог догнать по итогу, просто темп был один в один почти, где-то я даже был быстрее на кругах, но по итогу, что мы имеем, с 20-го места, на этапе, на котором я влагал мечтую надежду на победу, я выиграл, и это довольно хорошо, потому что после Бахрейна, ну, у меня было такие впечатления, то что сезон пройдет половину первую, не очень так, как я рассчитывал, а именно мы будем страдать почему-то, но, имеем, что имеем, победа по итогу на третьем этапе, что крайне хорошо для меня, Сироткин же не особо хорошо финишировал на этом этапе, он финишировал по ступочках, но не в таких хороших, как я рассчитывал, самым главным был вопросом для меня, где финишировал Хэмилтон, потому что все-таки у нас с ним основная сейчас идет борьба в чемпионате, пусть от начала сезона, все равно, вот, ну и по позициям, первое место за мной, второе за Вальтер Боттесом, и третье за Ферстаппином, Перес, к сожалению, кстати, не имел шанса приехать на втором месте, но его стратегия не вынечалась успехом, его мидиум уже под конец просто подстал по отношению к софту лидеров. Ну и в принципе, этап прошел довольно интересно, то что я смог на нем даже выиграть, просто моему счастью не было даже предела в тот момент, особенно если считать, что у меня случилась такая фигня с рулем. Ну, эта фигня уже пофиксена, собственно, что мы имеем, первое место за мной, и седьмое за Сироткиным, то есть в принципе, более-менее какие-то очки мы набираем в Кубке Конструкторов, и это самое главное. Почему не было повторов? Потому что я просто на автомате нажал кнопку вперед. Я даже не посмотрел, какие были контакты и тому подобное. То есть у нас был один сошедший, это был Леклер, во всем этапе вроде бы, и не более. Ну, вот так вот, не поверив своему везению, я вот пропустил по итогу. Ну, ну и после гонки, соответственно же, интервью с Клэр, как без этого-то. Задают вопросы, как учиться за себя после победы, и тут я начинаю собирать по максимуму ресурсы, точнее, скидки на двигатель. Потому что я понял то, что надо сейчас двигаться уже в сторону двигателя еще, как я говорил ранее, потому что с шасси мало, я получу профит, я получу профит только в плане снижения износа шин. Все. Так в ДВС мне надо набрать как можно больше мощности, чтобы вот сейчас тягаться с Мерседесами напрямой. Потому что напрямой была проблема, то что порой меня просто, как стоячего, догоняли все. Точнее, в основном Мерседесы. То есть, Мерседесы и Форс Индия. Ну и, соответственно, где-то я смог две скидки собрать, где-то два последних вопроса, к сожалению, были без таких уж прям скидок. Просто отвечал уже в рамках тому, что понравится команде обратно, потому что все-таки гонка в Бахрейне была такая себе. Ну и что ж, по поводу соперничества, я, конечно же, проигрывал Хамильтону и Сироткину там, но за счет этой гонки я смог подняться по отношению к Сироткину и Хамильтона начинаю догонять в соперничестве. То есть, уже скоро соперничество подойдет к концу и надо бы уже потихоньку ускоряться. Ресурсов с этого этапа мало было собрано, потому что я не сделал ничего в практике, кроме одной программы на 100 ресурсов в общем и в квалификации ничего не сделал. Ну и по итогу имеем там 1000 ресурсов. Решаю их вложить в ДВС, выкачиваю контроль качества, чтобы меньше был шанс провала, ну и беру первую модификацию и она же относится на мощность. Так что в следующем этапе возможно у нас приедет две модификации, возможно не приедет ни одна, потому что в шасси у меня все равно есть шанс, там что-то 2%, что не приедет. Здесь, ребят, все, спасибо, что смотрели своего Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok